Возвращай часть денег с покупок в интернете обратно к себе на карту с помощью сервиса Letyshops.ru. Регистрация и использование сервиса абсолютно бесплатные. Все подробности есть по той же ссылке в описании. Всем привет, с вами Максим и это канал Хороший Выбор. Игра Мир 2016, мы на стенде компании Deepcool, и прямо за мной стоит потрясающий Deepcool Dukes в белом цвете. Он и в чёрном цвете невероятно хорош как по соотношению цена-качество, так и по внешнему виду, но в белом исполнении, ну это просто улёт на мой взгляд. Ну и конечно же Deepcool Tristeller, куда уж без него. Один из самых необычных корпусов, один из моих любимых корпусов. И здесь он в модифицированной версии, покрашены фирменные цвета, он объездил огромное количество выставок. У нас на обзоре была чёрная версия со стеклянным боковым окном. Это бело-синяя, тем не менее, супер необычный корпус, подобных просто никто не выпускает. И супер надёжный, у него толщина стенок порядка 3 мм. Зверь во всех отношениях. И также здесь на стенде находится ещё один очень необычный корпус, это Deepcool Genome. Корпус со встроенным контуром водяного охлаждения, то есть в него можно закинуть железо, поставить водоблоки и соединить всё в один контур. Никто тоже подобным не занимается, корпус единственный в своём роде. И чуть дальше за ним находится модифицированный чёрный Ducase. Ну как видите, корпус просто бесподобен, учитывая его цену. Я не знаю, какое именно здесь железо внутри, не поставили видеокарту, они просто демонстрируют, на что корпус способен. Боковую стенку заменили на стекло, это добавляет ещё плюс 1000 очков к внешнему виду. Ну и, конечно, на цену такая модификация влияет, но, тем не менее, корпус красавец. И также здесь есть обновлённые системы водного охлаждения Capitan EX, это 240, 120. Также охлаждающие подставки для ноутбуков и блоки питания Deepcool. Ну, про них можно сказать просто, что они есть. И на этом буду заканчивать. Это был стенд Deepcool на Игромире 2016. Мы с вами на стенде Intel. Здесь как раз начинается турнир по Heroes of the Storm, насколько я понял. И ходят замечательные, красивые люди из вселенных Blizzard. Давайте посмотрим, что помимо турниров будет происходить на стенде этого гиганта. А происходят здесь совершенно разные вещи. Во-первых, каждый день проходят турниры по разным дисциплинам. Это, как я уже сказал, Heroes of the Storm, это танки, это Warface. Я не знаю, почему именно такой выбор игр, но, тем не менее, людям нравится. И, конечно же, здесь стоит огромное количество разных топовых, ультра-топовых, запредельно топовых компов разных конфигураций. Понятное дело, всё с интеловскими начинками. Давайте посмотрим на самые интересные экземпляры. Здесь очень много компьютеров в сборке от Invasion Labs, вот, например, Jetbox. Здесь, наверное, 1080-я референсная карточка. Насчёт процессора не уверен, но не думаю, что что-то ниже, чем i7. Как видите, этому замечательнейшему компактному компьютеру нашли достойное применение. На нём запустили танки. Ещё один компьютер фирменного синего цвета, но на этот раз уже от Hyper PC. Full Tower корпусе. И его заточили уже под более подходящую задачу. Это VR. VR, конечно, простенький, но, тем не менее, что-то тут пытаются рулить. Бесправдыми манипуляторами. Ну, кажется, им весело. Давайте посмотрим, что ещё есть. Также на стенде Intel есть два устройства, которые называются Intel Nuke Skull Canyon. Очень они эту тему пиарят, особенно за рубежом. И, честно говоря, я не понимаю это устройство, потому что, да, оно выглядит агрессивно. Да, там стоит SSD-шник. Но там прот со встроенным видеоядром. И, собственно, на нём пытаются тут поиграть в Crossout. По-моему, эта игра так называется. И она, очевидно, проседает. Frame Rate в целом держится на уровне 20-25 FPS с просадками до 15-16. Не совсем понимают целевую аудиторию этой штуки. Ну, да, она выглядит прикольно. Ну, и VR-автосимулятор. То есть это не просто кресло с механизмами, с вибрацией. А на игрока ещё надевается шлем. То есть то, что мы видим на экране, у него происходит прямо перед глазами. Единственное, что, мне кажется, кресло слишком уж активно болтается. И как-то это больше бы подошло для какого-нибудь космического полёта, чем для асфальта. Ну, Оскар, мне убеждает то, что так и должно быть на машине. Ну, может быть, на наших русских дорогах, да. Ну, и, пожалуй, всё. На Stand Intel у нас стоит ещё огромное количество разных компьютеров, проходят турниры. Но самое интересное, я думаю, мы вам показали. Так что на этом прощаюсь. И увидимся в ближайших выпусках. Пока. Пока.